Друзья, всем здравствуйте! Я рада вас видеть на моем канале. Спасибо огромное каждому, кто решил со мной провести немного времени. И это третий выпуск, где я рассказываю о своих парфюмерных новинках за последние полтора-два месяца. Это видео будет посвящено моему заказу с сайта Rendezvous. У меня был очень интересный заказ. Во-первых, я решила слепую купить нашумевшую новинку от Mansera. Это была очень такая достаточно выгодная покупка. Хорошая цена была на 120 мл вообще. Просто замечательная. Там в пределах 9 тысяч, по-моему. 8-9 тысяч рублей обошелся флакон. Это отличная цена для этого бренда. И это, конечно же, Amore Cafe, где вкуснючая пирамида, Amore, кофе, мороженое. Конечно же, очень много кто пошел и купил себе этот флакон вслепую. Кто-то ждал отливантики. В общем, много кто уже попробовал. Я также озвучу мнения разных людей, по крайней мере, которые делились со мной своими впечатлениями в чате. Также я решила перестраховаться и все-таки заказала несколько отливантов, тех ароматов, на которые я смотрела. Про один я уже рассказывала от Clive Christian, который просто промах-промах. Хорошо, что я не купила этот флакон, иначе бы просто кусала локти. И еще было там пару отливантиков. Тоже об этом расскажу. Но начну я, наверное, друзья, с двух прекрасных ароматов, прекрасного бренда отелье Materi, которыми я познакомилась благодаря моей подружке Оле. Она мне присылала свои отливанты. Она про этот бренд, в принципе, уже, по-моему, точно больше года всем рассказывает, всем его хвалит. И они красивые. Такой цвет чернильного стекла. Оля мне сказала, что крышечки делаются вручную, расписываются вручную, поэтому они все не похожи. Со стороны кажется, что это такая бетонная крышка, но это имитация. Она достаточно легкая, и она не защелкивается, не держится на флаконе. Ну, это будем считать как небольшой минус. Аромат Iris Eben. Про него я рассказывала вскользь в своем видео про уютный аромат, и я его сравнивала с моей любимой кашемировой мечтой. В базе они очень действительно перекликаются, у них действительно много похожих нот. Но старт совершенно разный, сразу хочу сказать. Здесь старт свежий, даже какой-то немножко зеленый. Здесь такой необычный старт. Я даже не знаю, как его описать. Древесно-зелено-свежий. Ну, сказать, что он прям пахнет травой или чем-то таким, не знаю, может быть, это какой-то холодный сырой ирис. Ну, вот прям ирис-ирис я здесь тоже не совсем угадываю. Ну, а дальше зато у него потрясающее раскрытие. Вот старт как бы, ну, такой себе на любителя, скажу и вам, унисексово очень стартует. Ну, база очаровательная. Это дорогая замша, это, опять же, какой-то кашемир, это мягкость, это такая пудровость, это очень красивые деревяшечки. Вообще, эбеновое дерево, вот если вспомнить, даже аромат у меня был от Zara, эбенвуд, да, по-моему, так он назывался. Эта древесность очень мягкая, очень теплая, такая смолисто-пряно-сладковатая, то есть эбеновое дерево, оно очень приятно пахнет. В общем, аромат для меня замшево-кашемировый, припудренный, очень красивый, унисексовый, уютный парфюм в духе кашемировой мечты Ван Клифф. Наверное, вот так вот я его охарактеризую. Конечно, он больше осень, хочется дождей с ним, хочется туманов, хочется каких-то голых уже деревьев, сырой земли, опавших листьев. Вот это, мне кажется, его идеальное будет настроение, его идеальное раскрытие, ну, мне так кажется. Поэтому точное, такое, знаете, окончательное мнение я все-таки смогу сказать, когда я с ним осень проживу. А пока пусть Данита ждет осени. А вот этот красавец, он мне тоже очень сильно понравился, я его уже хвалила в своем телеграм-канале, это какао Порселана или Порцелана, не знаю, как правильно, кто-то мне просто написал, что Порцелана, надо говорить. Ой, какой же это потрясающее какао. Сразу хочу сказать, если вы вот сластеный, вам что-то попроще, что-то вот такое няшечное, такое миленькое, это не сюда, друзья. Это серьезная парфюмерия, я вам скажу. Здесь какао, оно элитное, горькое. Оно ни в коем случае не замешано с сахаром, не залито молоком и не приготовленное. Никаких маршмеллок вам сверху не посыпали. Это именно вы берете эту пачку темного какао, открываете, и вот эта вот пыль летит в пачке. Когда вы ее открываете, вот эта пыль, и она прям в ноздри, в ноздри проникает, оседает, и вы целый день ходите, и у вас на небе, и у вас в носу привкус этого колького, сухого, пыльного какао. Если вы не любите пудрово-пыльные текстуры, вам это не понравится, поэтому имейте в виду, я вам это не советую, если вы такое не любите. Если вы любите этот эффект, как я, пробуйте, пробуйте обязательно, это супер. Боже, у меня даже слюнки потекли, я просто любитель горького шоколада, горького какао, я очень такое люблю. А еще я обожаю красивые осенние пачули, и вот здесь базы, они просто бесподобные, поэтому этот парфюм, он тоже все-таки не совсем гурманский, либо это, знаете, такая интеллектуальная гурманика, осенняя немножечко, тоже с грустинкой, алкогольностью есть вот эта горчинка. Попробуемым зрителям, друзья, там есть аромат с помело, он с помело, если я ничего не путаю. Мнения моих друзей парфюмерных разделились по поводу этого парфюма, поэтому спрошу помощь зала. Пожалуйста, друзья, напишите, если вы знаете, этот аромат нравится, не нравится с помело от этого бренда, как стойкость, стоит брать, не стоит брать, в общем, я на него смотрю, пока что думаю. Очень рекомендую любителям интересной, абсолютно нишевой, красивой, глубокой гурманики. И еще очень, кстати, важный момент, это тот парфюм, который может использовать мужчина 100%, потому что если вы, мужчина, сейчас меня смотрите, и вы хотите пробовать на себе носить гурманику, но боитесь, чтобы это не было так, как будто вас девушка весь день обнимала, и вы пропахли ее сладкими духами, то вот это какао и какао в квадрате от Мизон Тахите, Таите, то это вот два какао с горчинкой красивых, с алкогольными тонами, которые я 100% советую попробовать мужчинам на своей коже. Обратите внимание, друзья, стойкость мне показалась средняя, как и у Ириса Бен. Ну и вот, собственно, нашумевшая новинка Amore Cafe. Немного все-таки я ее представляла иначе, думала, что здесь будет больше горечи, все-таки я еще раз убедилась, что моя кожа любит более сложную гурманику, более низшую гурманику и более дорогую, как ни крути. Этот аромат красивый, он много кому понравится, он вкусненький, да, он кофейный, он с таким суховатым еще моментом, и я согласна с отзывами людей, которые говорят, что он пахнет тирамису десертом, потому что реально здесь есть вот эта сухость каких-то бисквитиков, коржиков, да, вот что-то такое вот есть мучное, и вот этот вот крем, который засыпали кофе, молотный кофейный пылью, и действительно получается эффект тирамису. Конечно же, тут есть сливочность, которая тоже этот момент усиливает. В старте, кстати, из флакона мне почему-то пахнет вишней, я думаю, потому что здесь есть аморетто, аморетто у нас что, миндаль, миндаль часто дает такой эффект вишневой косточки горьковатой, вот где-то такими полутонами это проскальзывает, но недолго. Потом я слышу вот этот тирамису, и многие девочки говорили, что потом эффект, как будто на этот тирамису положили шарик ванильного мороженого. Как бы я хотела это тоже услышать, друзья, но, к сожалению, на мне парфюм не очень хорошо раскрывается, мне вот такая основная моя претензия именно к его базе, на мне выходит сахар, и там действительно есть, по-моему, тростниковый сахар в базе, и вот этот сахар, он и жужжит, и жужжит, и жужжит, а вот хочется сливочности, хочется вот этого подтаявшего шарика, вот этой пломбирности, но на мне сахар, мне не очень повезло, хотя, может быть, аромат в тепле по-другому будет звучать, хотя, может быть, аромат постоит, потому что бренд тоже любит постоять, он становится насыщеннее и гуще со временем. Это что-то новенькое, это не похоже на тысячу ароматов, это действительно яркая нота кофе, это понравится сладкоежкам, сластеным, то есть, в принципе, мои большие рекомендации действительно, да, но не хватает мне лично, мне не хватает раскрытия более интересного, более вкусного базе, мне мешает сахарок, но пока что вот такой вердикт мой. Друзья, у меня, к сожалению, при передаче файлов потерялись несколько кусочков последних, где я рассказывала про эти два от Леванта с рандеву, поэтому давайте, наверное, я про них все-таки расскажу вам в рубрике «Куплю-не куплю», добавлю еще другие ароматы интересные, и это будет отдельное видео. На этом я хочу с вами уже проститься, спасибо каждому, кто посмотрел до конца, всем пока!